Ремонт дорог и дворов, здравоохранение, образование, реставрация памятников и сфера ЖКХ. Эти и многие другие темы обсудил губернатор Игородыня в ходе своего визита в Ржев. Этот город активно преобразился в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы. Наша съемочная группа также сопровождала главу региона в поездке. Ржев всегда стоял особняком среди других населенных пунктов Верхней Болжья. Один из древнейших в регионе, он давно является важным промышленным и культурным центром. Здесь до сих пор помнят масштабное восстановление после Великой Отечественной войны. Нынешние работы по своему размаху вполне сопоставимы и тоже связаны с событиями тех лет. Грядет 75-летний юбилей Победы над нацизмом, а значит город воинской славы должен выглядеть достойно. Мероприятие на три года разработано, у нас порядка 500 миллионов рублей, чуть больше мы направляем на работы по городу Ржеву. И я думаю, что это только первый этап работы, потому что сегодня город нуждается в более активном и более динамичном преобразовании. В ходе поездки губернатор проинспектировал ход работ на обелиске с советским воином. Проектом предусмотрены реставрация памятника и благоустройство прилегающей территории. Игорь Руденя поручил ускорить темпы работ. Поставлена задача уже в сентябре привести в порядок монумент, имеющий огромное значение для Ржева. Это город воинской славы, это город, который понес тяжелые потери во времена Верховной войны. И безусловно, каждый горожанин, особенно коренные жители, должны знать и помнить свою историю и бережно к ней относиться. В городе активно ремонтируются дороги, придомовые территории, зоны отдыха. Игорь Руденя осмотрел дворы и фасады пятиэтажек по Советской улице. Местные жители обратили внимание на недочеты при восстановлении кровель и штукатурки зданий. Губернатор поручил областному министерству строительства исправить недоделки и завершить все работы в текущем году. То же касается и дорог, качество ремонта которых в отдельных местах не удовлетворило главу региона. Однако в целом масштаб сделанного впечатляет, говорит депутат местного парламента Сергей Самарин. Делается огромное количество автомобильных дорог, дворов, фасады, домов приводятся в надлежащее состояние, парки городские. Капитальный ремонт жилых домов и общественных зданий, реставрация памятников и повсеместные дорожно-строительные работы. Все это несет пользу городу не только с точки зрения эстетики. Многие местные предприятия получили дополнительные заказы, а значит и финансирование, как например комбинат стройконструкций. Предприятие занимается производством строительных материалов, сборный железобетон, сухие строительные смеси. Мы единственные в области производители керамзитового гравия. Мы участвуем в строительстве мемориала, поставляли туда свою продукцию и участвовали в ремонте дорог, дорог к территории. Также в рамках визита глава региона провел встречу с общественностью. Посетил центральную районную больницу, школу номер 9, городской филиал МФЦ. А также осмотрел предприятие «Ржевмаш». Оно занимается разработкой и производством оборудования для сортировки коммунальных отходов, переработки пластика, а также выпуском контейнеров для раздельного сбора мусора. Это имеет огромное значение для Верхней Волжи, где успешно реализуется реформа системы вывоза и утилизации ТКО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова